Всем привет, вы на канале Crypto Commons и сегодня коротенький такой видос решил перевести для вас от Team Underground голландского чувака Томаса, очень прикольная аналитика, достаточно бычий прогноз у него, то что это все двойное дно и мы сейчас скоро полетим дальше Тузимунить. Вчера я для вас делал медвежий сценарий от Сани Декри, сегодня делаю для вас бычий сценарий. Надеюсь вы это цените, потому что если вы трейдите, то вы должны не подстраивать рынок под свои ожидания, а сами легко подстраиваться под ценовые движения, ловить волны и вставать по ветру, поэтому посмотрите дисклеймер, не финансовый совет, просто пиши для размышления и подумайте сами, может быть что-то полезное вы из этого усвоите. Ну погнали. Буквально несколько недель назад мы увидели хороший откат на цене биткоина. Возможно ли, что прямо сейчас мы рисуем двойное дно и собираемся развернуться, чтобы покорить гораздо более высокие уровни. Вот этот график из 2017 года поможет нам разобраться и подскажет, что мы возможно действительно сейчас нащупаем двойное дно и полетим в космос. И если вы хотите узнать, почему я верю в это, то посмотрите это видео до конца. И конечно же присядьте поудобнее, держитесь за стул и погнали. Канал Team Underground представляет. Перевод и озвучка CryptoCommons. Окей. Буквально несколько дней назад мы пробили этот треугольник и увидели достаточно хороший дамп. И вчера мы тоже нарисовали небольшое W. И теперь мы задаемся вопросом, достаточно ли этой коррекции. И если мы отдалимся, то мы с вами здесь видим, что некое подобие треугольника здесь нарисовалось. И с самого верха до сюда, где мы сейчас, это уже была коррекция примерно на 30%. Достаточно нормальный откат. Но мы также должны с вами помнить, что мы находимся в восходящем тренде. И этот восходящий тренд очень похож на то, что мы видели в 2017 году. И в 2013 тоже. Но я хочу обратиться назад в 2017 и посмотреть, что мы здесь видим. Мы видим, что здесь движение цены очень похоже на то, что мы видим сейчас. И вот, посмотрите, здесь по цене 2000 с чем-то долларов мы тоже находились в неком треугольнике. После этого был откат вниз, очень похожий на то, что мы видели сейчас. И после этого мы пробились из треугольника. Но вместо более серьезного дампа, который все ожидали, мы отбились от этого двойного дна и полетели сильно наверх. И то же самое мы видим здесь опять произошло. Мы снова нарисовали этот некий треугольник, пробились вниз. И после того, как мы опять же оттолкнулись от двойного дна, мы снова пошли наверх. И если приблизиться здесь, что конкретно происходило, мы можем посмотреть, что у нас была 40% коррекция вниз. Мы вернулись на ретест этой трендовой. И потом нарисовали некое двойное дно. И после этого полетели опять наверх. Гораздо к более высоким уровням. Так что если мы сейчас сделаем что-то подобное, то смотрите, что мы можем видеть. Мы можем опять... Вот у нас уже тут был этот треугольник. Мы выпали вниз. И сейчас мы ретестируем эту нисходящую трендовую. И если мы пробьем ее сейчас, то я думаю, что мы увидим очень хорошее продолжение восходящего тренда. Типа как вот здесь. И смотрите, если натянуть Fibonacci от предыдущего дна до локальной вершины на том цикле 2017-го, то мы видим, что цена доходила точно до уровня 50 по Fibonacci. И то же самое здесь вы можете сделать. Натянуть Fibonacci. То здесь коррекция достигала уже отметки 61.8 по Fibonacci. Если мы сейчас экстраполируем это на то, что мы видим, то вот у нас было предыдущее дно. Мы ставим сюда и видим, что цена дошла точно до 50 по Fibonacci. Очень похоже на то, что мы видели вот здесь, в этом треугольнике, где мы дошли до уровня 50. И поскольку мы видели здесь вот такой хороший отскок от этого уровня, я верю в том, что это действительно было двойное дно, и мы сейчас полетим наверх и пробьем эту нисходящую трендовую сопротивление, и улетим дальше. Если вы хотите такое торговать, вы можете попробовать сделать трейд на пробой, вот здесь вот поставить стоп куда-нибудь за предыдущий лоу, и цель поставить, ну там, куда хотите, на 50 тысяч долларов, например. Это будет трейд достаточно крутой, даже без плеч, и риск награды здесь будет 1 к 3, если стоп у вас будет на 28 примерно, а тейк профит на 50. Но помните, что это не финансовый совет, это просто торговая идея. Но также давайте взглянем на доминацию биткоина. Мы здесь видим, что она сейчас падает, и альткоины вроде уже неплохо начинают отскакивать к биткоину, особенно после того, как биткоин ушел в коррекцию. Но тем не менее, мы видим, что похоже, что доминация сейчас тоже находит некое локальное дно. И если цена биткоина сейчас развернется и продолжит свое восходящее движение глобальное, то я думаю, что и доминация биткоина тоже может пройти немного наверх, как минимум. И если мы отдалимся здесь, то мы с вами видим, что цена биткоина шла наверх достаточно долго в уверенном аптренде. И также доминация биткоина тоже достаточно четко коррелировала с ценой. Так что я верю, что биткоин пойдет на сотни тысяч долларов, и я думаю, что в ближайшие месяцы мы также увидим, как и доминация также пойдет наверх, потому что многие альткоины будут терять свою ценность в биткоине. Я верю, что будет большой альт-сезон, но возможно, что это будет позже, ближе к концу года, когда биткоин достигнет своей новой вершины. И также давайте смотреть за тем, если доминация начнет сейчас пампиться, то это будет индикатором того, что биткоин тоже наверняка уже нашел свое дно. Так что это очень важный график, за которым стоит наблюдать, особенно если вы трейдер. Также очень важный график, за которым стоит наблюдать, это индекс доллара DXY. Каждый раз, когда мы видим, что индекс доллара падает, мы, естественно, видим, что биткоин пампится, поскольку его цена измеряется в долларах, а индекс доллара показывает нам слабость доллара, он падает. Так что это очень хорошо для биткоина. И вот, что мы видели последние дни, здесь достаточно небольшой отскок наверх по индексу доллара, но сейчас выглядит, как будто бы мы некие головы и плечи тут нарисовали и собираемся дальше занырнуть. Так что если мы пробьем сейчас линию шеи и упадем вниз, то мы увидим, скорее всего, памп по биткоину. И это отлично сойдется с тем фракталом, который я вам только что нарисовал. Давайте взглянем быстро на эфириум, потому что эфир сейчас переписывает свой исторический хай и пробует его переписать. И как только он это сделает, я думаю, что эфир пойдет очень хорошо. Если мы вернемся на график биткоина, вы можете видеть, что момент, когда мы переписали all-time high, мы увидели очень сильный заброс наверх, еще на 100% практически. Так что эфир сейчас находится в такой же точке, как находился биткоин буквально пару месяцев назад, когда переписывал исторический максимум. Но эфир пока все еще тусуется в районе своего исторического максимума. Я думаю, что когда зайдут новые деньги в рынок, они запампят и эфириум тоже. Так что сейчас очень интересно наблюдать за эфиром и также за биткоином, что сделает биткоин в ближайшие дни. И также из последних новостей, вот интересная статья, что криптомайнер, марафон, патент, групп купили биткоинов на 150 миллионов долларов. Большая криптомайнинговая компания скупила так много биткоинов примерно по средней цене в 30 тысяч долларов. Ну и в целом это, конечно, безумно, что они купили так много биткоинов, приблизительно по 31 тысячи долларов. Так что, в принципе, вот они практически откупили вот эту просадку вот здесь. И, как вы видите, цена здесь прилично отскакивала от этого уровня. Так что, может быть, это и были те ребята, которые откупали вот эти просадки. И да, действительно, сейчас очень много институционалов покупает и крупных инвесторов. Так что факт того, что эта компания скупает эти просадки, я думаю, означает то, что еще больше на самом деле компаний скупают и просто не говорят об этом. И больших инвесторов. Так что, как только мы пробьемся здесь наверх, я думаю, это будет очень-очень большой существенный прорыв. И цена может улететь до 50 на 60 тысяч очень-очень легко и быстро в ближайшие месяцы. Так что держите свои позиции, ходл позиции. Не паникуйте, я лично очень побычно настроен на биткоин. Вот этот price action был достаточно сложный для трейдинга. Я здесь даже немного умудрился потерять на стоп-лоссах, но у меня здесь была лонг-позиция, которая стопанула. Но в любом случае, если вы собираетесь этим торговать, будьте очень осторожны, соблюдайте риск-менеджмент. Не торопитесь. Я знаю много профессиональных трейдеров, которые здесь немного потеряли на этом флете. И просто хочу вас предостеречь, что волатильность безумная. Так что вы должны быть очень опытными, чтобы торговать такой price action, иначе просто вы можете уйти в минуса. Но как только мы пробьем эту нисходящую трендовую сопротивление, я верю, что нам хватит импульса, чтобы очень сильно за ту зимунить. Так что на этом видео заканчивается. Я думаю, что биток пойдет наверх. Так, держите нос по ветру и ушки на макушке. Будьте осторожны. И эфир, как я уже сказал, скорее всего пробьет all-time high в ближайшие дни, как только биткоин выйдет из этого флета. Так что не забудьте лайкнуть, подписаться. Если вам понравился этот контент, подпишитесь на канал Team Underground. Оставлю ссылку в описании. И так же. Йо-йо. Bye-bye. Вот, ну а я сегодня провел трехчасовой лайвстрим, кто еще не посмотрел. Сейчас он появится у вас сверху. Там мы смотрели кучу альткоинов, обсуждали, как торговать на разных биржах, как ставить ведра и так далее и тому подобное. Поэтому зацените. Вот, может быть, что-то полезное для себя усвоите. Ну а у меня на сегодня, наверное, все. Вот такой короткий выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забудьте про Telegram, про все партнерские ссылки в описании. И не забудьте, что на Bybit дополнительные бонусы на депозит. Все подробности в описании. Акция действует до 5 февраля. Если вы унесете депозиты, то призы вам начислят после 5 февраля. Все, с вами был FlowLagre. Enjoyed канал CryptoComments. Спасибо, что смотрите. Всем профита. И до новых встреч.